Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос. Ну, справедливо мой коллега спросил вас по поводу того, в чем вам видится роль психологов в вашей ситуации. Вот. Ситуация, конечно, непростая, это понятно, что, ну, есть у ситуации свои особенности, это понятно, безусловно, вот. Но, что хотите вы, да? Вот. Что хотите вы, что вам конкретно нужно, какую проблему вы хотите решить? Вы говорите, что пребываете в растерянности, вот, с одной стороны прошлое, с другой стороны рука помощи, но вы же, вы же как-то справляетесь, да? Точнее, справлялись, вот. И я не думаю, что что-то изменилось с того момента, я не думаю, что что-то изменилось. То есть я думаю, что если вы, если вы, значит, справлялись до этого, да, то, скорее всего, скорее всего, ну, будете справляться и... дальше. А отец, он, в общем и целом, как бы так сказать, есть у детей в любом случае, вот. Абсолютно. Для этого не нужно, знаете ли, обязательно ему, ну, условно говоря, жить, да? Абсолютно. Не нужно жить ему с детьми. Вот. Это, наверное, было бы немножко про другой Альбина. Наверное. Это, наверное, было бы про совсем другую историю. Вы говорите о том, что, значит, значит, вы с мужем вместе семь лет, что есть двое прекрасных детей, сыновей точнее, что вы, значит, во втором декрете увидели переписки его с женщинами, вот, то есть речь идет о измене по факту, да? Вот. И, соответственно, вы говорите, что много за эти семь лет натерпелись пьянки, гулянки, вот, значит, и двух детей на себе тащили свекровь, терпели и прочее. Вот. То есть непонятно только для чего это все вы делали. То есть зачем, грубо говоря, вы все это терпели? Вот. Зачем? Чтобы что? Какая у этого всего цель была? Вот. То есть, ну, совершенно очевидно, что здесь у вас имеет место быть такая вот не совсем здоровая, да? Не совсем здоровые отношения, не совсем здоровые обоснования, я бы сказал, отношений, да? Вот. Так, значит, предательство стало последней каплей моего терпения. Ну, а было ли это предательством вообще? То есть, почему вы решили, что это предательство? Почему вы посчитали, что это предательство? Человек вполне возможно изменился. Вполне возможно, что изменились вы. Вполне возможно, что изначально ваши отношения выстраивались на не совсем адекватных, не совсем корректных основаниях. Что и привело в итоге к тому, что он просто начал писать женщинам. Кроме того, переписки с женщинами это еще совершенно не предательство. Короче говоря, короче говоря, здесь дело не в предательстве, а в том, что вам просто джебное терпение лопнуло. Вот. И вы пишите, что ушла, потому что из-за ругачек и предъяв выгнал. Ну, и вы имеете в виду, что у вас были ссоры и взаимные претензии. Но ведь в сорок ответственны и вы, в том числе. В любом конфликте ответственны и вы тоже. Разве это не означает, что вами был внесен определенный вклад в эти самые ссоры, в эти самые скандалы, которые между вами и вашим мужем происходили. Уехала к родителям, долго страдала, похудела. От чего страдали? Вы же сами говорили, что вы не терпелись. От чего страдали? Похудела на 18 килограмм, вышла на работу, востряла духом, а завершала по-новому. Ну, это, мне кажется, такая, знаете, своего рода иллюзия и свидетельство того, что не совсем, я бы сказал, вы извлекли опыт из того, что с вами произошло. Вот не совсем, к сожалению. Вы пишете, что муж подал на развод, пытался помириться, вернее запугать, призывал к здравому смыслу, якобы не смогу двух пацанов вырастить. Ходил, ругался с родителями, настроил всех против себя. Прошло полгода, стал похоронить, спросить прощения, умоляя дать последний шанс, я в растерянности. Уверены ли вы, Альбина, что человек изменился? Вот давайте, мы с вами, ну, так поставим вопрос. Уверены ли вы, что человек изменился? Есть ли у вас основания полагать, что он сделал какие-то выводы? Что вы к нему чувствуете? То есть вам бы, Альбина, сперва в себе разобраться. И уже потом, после этого, смотреть, как и что вы будете делать с ним. Вы пишете, рука помощи в воспитании детей. Но вы же как-то справлялись. У мальчишек родной отец никуда не денется. У мальчишек родной отец никуда не денется. От того, что вы будете с ним вместе жить, или вы не будете с ним вместе жить. Вообще, если родной отец имеет место только при совместном проживании, то я бы поставил, наверное, под сомнение. То, насколько он хорошо относится к детям своим. Я бы поставил это под сомнение. Под большое, на самом деле, сомнение. Вот в целом, и в целом, такая штука Альбина. И, в общем-то, растерянность связана с вашей противоречивостью. С вашим, я полагаю, внутренним конфликтом, который у вас имеет место быть. И вот нужно понять, что это за конфликт. Что он, конфликт, то бишь, из себя представляет. То есть, если это конфликт желаний, например, если это конфликт потребностей, например, то его нужно разрешить. И только после этого уже, только после этого уже решать, что делать дальше. Если вы не уверены в себе, если вы боитесь одиночества, если вы находитесь в жертвенной позиции, что раскрывается в треугольниках Гартмена, изучение которого я рекомендую вам. И прослеживается сценарий маточки Хабарт, о котором вам тоже следует почитать в интернете, чтобы понимать, о чем речь и на что вам стоит обратить внимание. Ну, вот эти проблемы, их нужно решать. Они не связаны с вашим мужем. И они не зависят от того, будет ли с вами ваш муж дальше или нет. Они зависят исключительно от того, как вы относитесь к себе и как вы будете относиться к себе в дальнейшем. Знаете, какая штука. Поэтому, в этом смысле, я полагаю, ответ совершенно очевиден. Точнее, даже не ответ, это не ответ, это такой, как комментарий. Типа, комментарий совершенно очевиден. Другой вопрос. Готовы ли вы решать проблему? Готовы ли вы признавать, что вот есть определенные моменты, определенные аспекты, которые вас мотивировали на то, чтобы вы вот, ну, чтобы вы вот были с таким мужчиной, который вас, образно говоря, не ценил. Да, не ценил, не любил и прочее, прочее, прочее. Такая история, такой момент. Очень надеюсь, что помог вам. Очень надеюсь, что вы почитаете про те вещи, которые я сказал. Вот. Сформулируете обязательно свои, свой, свой запрос к психологу. И, соответственно, уже с этим запросом можно будет работать. Потому что пока это выглядит так, что вы просто информацией какой-то поделились, и хотите, чтобы мы вам дали непонятное, непонятно что. Ведь неизвестно, в каком направлении вы хотите двигаться. Неизвестно, какое у вас настроение сейчас. То, что вы в растерянности, это понятно. Но какое настроение у вас? На что вы настроены? Может быть, вы хотите подтверждение того, что, да, вам нужно вернуться к мужчине. А может быть, вы хотите подтверждение того, что вам нужно оставаться одной. Может быть, вам нужно, вы чего-то еще хотите. Но психологи не те люди, которые будут давать вам, так сказать, мотивацию двигаться в том или ином направлении. Это вам нужно решить самой. Мы можем помочь вам разобраться в себе. Мы можем указать вам на те принципиальные особенности, которые имеют место быть в вашей ситуации. Но самое ключевое решение принимать только вам. Только исключительно вам, Альбина. Вот и все. Если вы, как вы говорите, терпели все вот эти вещи, безусловно ужасные, то, на мой взгляд, ну, у вас есть проблема с самооценкой. И, на мой взгляд, вот это, опять же, отсутствие личных границ является системной проблемой, решив которую, вы повысите свои шансы на построение хороших отношений даже со своим мужем. Не понял я, бывшим или нет. Вот, ну, просто потому что вы будете демонстрировать ему то, как с вами можно, а как с вами нельзя. Это очень важно для, ну, для человеческих отношений, в принципе. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.